Всем привет! В новом выпуске Ростова Культурного. Экспозиция «Пушкинская эпоха» к 225-летию со дня рождения солнца русской поэзии в музее Зона Пушкинской. Персональная выставка «60 гравюр Юрия Бессмертного» в музее Зона Дмитровской и «Шолоховская весна» в Вешенской. Ну а пока афиши культурных событий. Смотрим. 1 июня в день 30-летия здания публичной библиотеки на Пушкинской бесплатные экскурсии в книгохранилище. Сценическая зилогия по повестям Бунина на малой сцене молодежного театра «Натали. Легкое дыхание» 29 мая, а 31 мая весенняя премьера «Игра по-новому. Свадьба Кричинского». Музей и Зона Дмитровской приглашает посетить персональную выставку графики Юрия Бессмертного «60 гравюр на тему лубочных композиций по истории Дона и казачьего фольклора». В день защиты детей на большой сцене музыкального театра балет «Белоснежка и семь гномов», а на камерной сцене концерт детского театра студии «Дебют» с участием солистов театра и коллектива детской хоровой капеллы. К 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина работает выставка «Пушкинская эпоха» в областном музее изобразительных искусств. Экспозиция расскажет о времени поэта, его современниках и героях. За этот портрет борются все российские пушкинские музеи, готовы обменять его на самое ценное полотно. Но нет, областной музей изобразительных искусств дорожит единственным изображением младшего сына Александра Сергеевича – Григория. Картину показали спустя 40 лет на выставке «Пушкинская эпоха», хотя изображение самого солнца русской поэзии пришлось поискать. Пушкинская эпоха в графических портретах его современников. А где же сам Александр Сергеевич? В фондах областного музея ИЗО есть свой Пушкин в гравюре Николая Уткина. Портретик небольшой, но подлинный, списанный еще при жизни поэта с известной картиной Кипренского. Они дружили. Он знал Пушкина. Он его видел. Он знал его выражение лица. Здесь портрет Пушкина близок к тому духовному, наполненному образу поэта, мыслителя, тонкой душевной организации личности, каким был Пушкин. В портрете Кипренского он, конечно, сумел еще более углубить и добавить свое личное отношение к Александру Сергеевичу. Напротив, еще один оригинал – работа Томаса Райта. Есть мнение, что портрет был заказан английскому художнику самим Пушкиным для будущего собрания сочинений, но закончен уже после смерти в 1837-м. Британец, как писал впоследствии Репин, увидел в поэте человека общественного с государственным умом. Но самой важной картиной экспозиции стало единственное живописное изображение младшего сына Пушкина – Григория. Портрет больше 30 лет реставрировали в Москве. Последний раз он выставлялся в 80-х годах. И вот спустя 40 лет возвращения. Особенность этого портрета еще и заключается в том, что он пришел к нам в музей как работа камеры Юнкера. И атрибутация датирована она была в 1884 году, авторство – Макарова. К сожалению, во время реставрации не сумели сохранить подпись автора, а она была до 1080-х годов, 20-го столетия. Оформление оригинальное. В таком виде картина была куплена в 1929 году. По легенде, где-то на ростовской барахолке. Но кто изображен, долгое время не знали. Атрибуцией наши искусствоведы стали заниматься как раз в 80-е. Живопись здесь, как ансамбль к этому портрету. Основа выставки – пушкинская эпоха, графика первой половины 19-го века. Причем в фондах ее много, больше, чем на три зала музея. Конечно, здесь те люди, с которыми был знаком Пушкин, Карл Брюлов. Он очень цедил его. У них были, так сказать, объяснения друг другу. Как они старались, ну как бы были в этом плане, короче говоря, они подружились, понимая искусство друг друга. Есть портрет и Александра Первого. Дней Александровых – прекрасное начало. Чуть дальше Лермонтов, чье стихотворение на смерть поэта принесло и славу, и ссылку. И еще десяток самых разных образов из окружения солнца русской поэзии, известных и не очень. Пушкинская эпоха продлится до конца июня. 60 гравюр выбрал Юрий Бессмертный для выставки к своему 60-летию и назвал это дайджестом лучшего за творческие годы. Русский лубок, городские пейзажи с эффектом дополненной реальности, серии «Места казачьи», «Провинциальные мотивы» и «Скороговорки». Галина Белоусова побывала на открытии персональной экспозиции художника. В конце 80-х, когда нельзя было рисовать криво, но очень хотелось, Юрий Бессмертный заинтересовался русским лубком. Поясняет, вообще это где-то от иконы что-то берется, что-то от ернических, сатирических картинок. То есть образ здесь собирательный и все не так просто. И сейчас интересно на них смотреть как бы уже с высоты сегодняшнего возраста и страны, и себя. От электрических огней Дон стал краше и светлее. Это было по заказу как-то? Нет, это собственно, причем собственный позыв, мотив. То есть хопер Дону говорил, Лидин нам будь счастливый подарил. Это все оттуда. Параллельно с лубочными картинками художник увлекся линейной графикой. И появились идеи, время которых пришло только сегодня. Но вот проходит 20 лет, и Бессмертный, который все это время активно занимался дизайном и современными технологиями, неожиданно вернулся к ручному рисованию, ручной гравюре. Несколько лет назад я подумал и понял, что все, что я делаю, это все сделано в стиле нового экспрессионизма, который я придумал и назвал. Все, кто бывал в Азовском музее или музее градостроительства и быта Таганрога, областном краеведческом и на Самбекских высотах, видели экспозиции по проектам Юрия Бессмертного. Практически почти вся экспозиция Азовского музея-заповедника, включая нашу основную экспозицию, включая нашу так называемую «Золотую комнату», экспозицию сокровища кочевников Евразии, и вот все мы делали с помощью Юрия Борисовича, ну, потому что он земляк, потому что он талантливый человек, и потому что он неравнодушен к музею, к музейному делу вообще в целом. В прошлом году мы его наградили, это действительно очень серьезная награда за развитие дизайна, которая дается в ограниченном количестве на всю страну, 10 медалей всего, да, ну, вот в прошлом году их было 9. Вот он одну из них получил Юрий Борисович за серию музейных экспозиций, выполненных в последние годы. Этот хвост очень разный. Чтобы его словить, вот понять его мысль, я мотался постоянно. Вот они, идеи, время которых пришло сегодня. Урбанистические пейзажи с эффектом дополненной реальности. Посмотрим на них через смартфон, и будут и музыка, и анимация. К экспериментам склонные коллеги, которые нашли оригинальные варианты, чтобы поздравить юбиляра с 60-летием. Это работа двух наших известных скульпторов, Людмилы Габарева-Мухи и Ольги Мироновой. Вот они так его представляют, когда каждый из присутствующих и зрителей может сесть практически на руки Юрию Борисовичу Бессмертному. До 24 июня на выставке «60 гравюр» можно разглядеть места казачьи, смотреться в натюрморты этого года и попробовать прочесть что-нибудь из серий «Скороговорки». День рождения – вообще-то праздник личный, семейный для друзей. Но если виновник торжества – великий писатель, гуляния набирают масштаб для всех. 119-ю годовщину со дня рождения Михаила Шолохова отметили с особым размахом. Тысячи гостей со всей страны, Всероссийский фестиваль, одних только артистов, 1200 человек приехало в Вешенскую. Татьяна Бочарова побывала на празднике. Звенит шолоховская весна, гуляет народ. Как будто из ларца высыпали на улице и площади с песнями и плясками фольклорные ансамбли. Их здесь сотни-полторы – больших и малых, но однозначно веселых заводных. В каждой станице, чей курень раскинулся на общем подворье, есть свои таланты и особое угощение. А гости и рады подкрепиться. Многие ведь издалека приехали, как эти станишники из Заполярья. Гости здесь не только в почете, но и в работе. Наследие Шолохова – это колоссальнейшая наука для всех последующих поколений. Нужно внимательно читать, изучать. Шолохов написал все, что нужно нам знать и понимать самим о себе, о донских казаках, о нашей донской земле. После шумной площади можно окунуться в музейную тишину, послушать концерт классической музыки, поучаствовать в презентации книг. Все-таки они здесь главные, как и великий роман Михаила Шолохова, со страниц которого сошли и остались на берегу Григорий и Аксинья. Их любовь, традиции казаков и их трагедия оживают на различных площадках фестиваля. Целый день шумел фестиваль. Тихий дон в эти дни совсем не тихий. И завершается праздник большим концертом. Следующий выпуск Ростова Культурного через неделю. Смотрите нашу программу на сайте 1Rostov.tv С вами была Юлия Сурикова. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин